МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кондуктор выбил три зуба пассажиру автобуса. Очередное избиение в общественном транспорте произошло в Караганде. Телесные повреждения мужчине нанес кондуктор седьмого маршрута. За распределением грантов будет следить антикоррупционная служба. В карагандинских колледжах начали работу конкурсные комиссии. Впервые в их состав вошли общественники, родители и борцы с коррупцией. Экстренные службы готовы к ликвидации последствий возможных аварий ракет-носителей с космодрома Байконур. В Карагандинской области провели масштабные тактико-специальные учения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Кондуктор выбил три зуба пассажиру автобуса. Очередное избиение в общественном транспорте произошло в Караганде. Телесные повреждения мужчине и сопровождающей его женщине нанес кондуктор седьмого маршрута. Обычная поездка в автобусе для Наримана Жургентаева обернулась дракой, в ходе которой мужчина потерял три передних зуба. Инцидент произошел в седьмом автобусе. По словам пострадавшего, он всего лишь сделал замечание кондуктору за то, что тот неправильно дал сдачу пенсионеру. Пожилой мужчина имел при себе пенсионное удостоверение. Заплатив 100 тенге, пенсионер ожидал получить сдачу 50 тенге. Но вместо этого кондуктор дал ему только 20. На замечание от Наримана Жургентаева кондуктор отреагировал крайне отрицательно. Мужчина набросился на пассажира, а позже к нему присоединился и водитель автобуса. Водитель дал по тормозам резко, и получается по инерции я упал на спину. Кондуктор в этот же момент напрыгнул на меня и начал избивать. Водитель остановил полностью автобус, перепрыгнул к нему, и они вдвоем начали нанесить удары по лицу, по телу. Избиение продолжилось на улице. Пострадал не только Нариман, но и его знакомая. Кондуктор ударил девушку кулаком в лицо, после чего она потеряла сознание. На подмогу пришли пассажиры. Они оттащили разъяренного мужчину. Теперь в этом деле предстоит разобраться полицейским. Напомним, это не первый инцидент, связанный с общественным транспортом. Буквально недавно в Караганде 16-летний кондуктор избил пассажира. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Чтобы работа чиновников стала эффективной и престижной, необходимо увеличить заработную плату. Совсем скоро все государственные служащие перейдут на новую систему оплаты труда. Об этом было сказано в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. На сегодняшний день в Карагандинской области имеется около 700 свободных рабочих мест в государственных органах. Конкурс – один человек на место. Иначе говоря, карагандинцы не спешат становиться чиновниками. Такие данные в ходе брифинга в региональной службе коммуникации привел руководитель департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жандос Сарсенов. Дефицит кадров он связывает с низкой заработной платой. С учетом внедрения новой системы оплаты труда, мы надеемся и верим, что конкурс на одно место повысится в разы. Здесь можно привести хороший пример. Например, наш департамент, где уже в пилотном режиме работает новая система оплаты труда. Если в прошлом году у нас конкурс на одно место составлял 6 человек, то после внедрения новой системы оплаты труда конкурс на одно место у нас в департаменте уже составляет 11 человек. Новая система оплаты труда чиновников основывается на так называемой факторно-бальной шкале. Главное отличие новой системы в том, что она учитывает круг возложенных обязанностей и результативность служащего. Доход будет формироваться из двух частей, гарантированный должностной оклад и бонусы, размер которых может достигать четырех окладов. Бонусы будут выплачиваться в конце года. Мы об этом уже говорили. Если сейчас минимальная заработная плата на низовой государственной должности составляет 62 тысячи, то после внедрения новой системы оплаты труда уже в местных исполнительных органах 62 тысячи поднимется до 117 тысячи. А на уровне Центрального государственного органа минимальная зарплата, если составляет 84 тысячи тенге, то после внедрения новой системы оплаты труда минимальная зарплата составит уже 136 тысяч тенге. Особое внимание в развитии государственного аппарата уделяется повышению квалификации чиновников. Этим занимается Академия государственного управления при президенте страны. В нашем регионе учреждение представлено филиалом. Директор филиала Азамат Жулманов сообщил об увеличении количества преподавателей. Увеличено количество профессорского преподавательского состава. Осуществлен переход от теоретического обучения к практикоориентированному, с тем, чтобы государственные служащие могли получать те знания, которые они смогут применять в ходе их ежедневной деятельности. Проведен у нас открытый конкурсный набор преподавателей с участием всех вузов региона. Приглашены преподаватели с Астаны и так далее. Таким образом нам удалось улучшить качественный состав сотрудников филиала. Стоит отметить, что в Казахстане на 18 миллионов населения приходится около 100 тысяч чиновников. Из всего работающего населения республики 21% – это государственные служащие. Для сравнения, в США и Германии – это 14%, в Китае – около 9%. Япония является одним из мировых лидеров – 8%. Этим летом председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олег Шпикбаев сообщил, что количество госслужащих в Казахстане может быть уменьшено. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде борцы с коррупцией следят за распределением образовательных грантов. В колледжах начали заседать конкурсные комиссии. В их число вошли и представители общественности, и члены специальной мониторинговой группы Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сегодня в заседании конкурсной комиссии в Карагандинском экономическом университете приняли участие члены специальной мониторинговой группы, созданной при Департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Ранее подобные заседания проводились за закрытыми дверями. Это увеличивало и без того высокие коррупционные риски. Благодаря соглашению с управлением образования борцы с коррупцией добились того, чтобы в заседаниях могли принимать участие и специалисты антикоррупционного ведомства и представители общественности. Наша задача – присутствовать в составе комиссии, убедиться в законности, справедливости распределения карантов. На сегодняшний день пока нет никаких фактов коррупционного составляющего. И дальше у нас будет продолжаться работа на сегодняшний день. У нас и частные колледжи, и государственные колледжи есть. В случае выявления коррупционных составляющих правонарушений, это будут аниматься уже компетентные органы. Обеспечение прозрачности присуждения государственных грантов – первый шаг к снижению коррупционных рисков в образовательной сфере. В Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции отметили, что в следующем году возможно внедрение единой базы тестов для поступающих в колледжи. Данное предложение будет прорабатываться совместно с Управлением образования. Карагандинские полицейские поймали серийных воров, которые совершали около десятка краж каждый день. 28 июля в полицию обратился житель Караганды с заявлением о том, что неизвестный проникнул в его дом через окно. Он похитил имущество на общую сумму 600 тысяч тенге. Первый вор был задержан в начале августа при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Кража». 37-летний житель области признался еще в восьми фактах присвоения чужого имущества. Кроме того, в момент совершения кражи автомашины задержан 20-летний карагандинец. В ходе досудебного расследования он сознался в семи аналогичных преступлениях. Полиция рекомендует населению установить домофоны с фото- и видеофиксацией, камерой видеонаблюдения и охранной сигнализации, железной решетки на окнах. Защитить имущество от квартирных краж помогут также металлические двери и качественные замки, заявляют стражи порядка. Экстренные службы Карагандинской области провели тактико-специальные учения для ликвидации последствий возможных аварий при пусках ракет-носителей из космодрома Байконур. Учения состоялись в районах, расположенных вдоль трассы полета ракет. В Караганде провели смотр готовности формирований, привлекаемых к ликвидации аварий. Согласно замыслу учения, при запуске ракеты-носителя «Протон» случилась нештатная ситуация. В результате падения ее фрагментов произошел разлив ракетного топлива. Последующее горение подвергло жизнь людей угрозе. На первом этапе показных практических действий органы управления сил оповестили местных жителей. На втором этапе была проведена разведка зоны чрезвычайной ситуации. Далее последовала нейтрализация территорий, зараженных компонентами ракетного топлива и тушения очагов пожара. Сбором, утилизацией вот этих всех веществ, то есть фрагментов, которые падают при пусках ракет, это запланированные районы падения, куда падает первая ступень. В основном она находится на территории Ултавского района. На этих территориях, в запланированных районах падения, ни людей, ни животных нету, ни населенных пунктов. Они выбраны именно такие территории, зоны, скажем, отчуждения, так назовем их, где нет населения. В целом по Карагандинской области приведены в готовность более тысячи человек и свыше 200 единиц техники. По распоряжению Акима области подобные учения проводятся ежегодно. Из-за возможности химического заражения все сотрудники экипированы защитными костюмами. На начальном этапе сегодня то, что наши работы по нашему боевой задаче идет, это ликвидация последствий падения ракетоносителя, то есть возгорания. И, то есть, также личный состав, получается, осаждение опасных факторов, то есть облака, ядовитое облако, которое, может быть, будет осаждать его. Временной интервал, получается, это идет, ну, помимо подготовки, которое нормативное время, то есть личный состав, он должен и себя, получается, защитить, то есть специальные костюмы одеваются. И по команде выезжают, развертывание сил и средств и немедленное преступление к ликвидации. Проведение тактико-специальных учений особенно актуально для нашего региона. Напомним, наибольшее количество аварий, связанных с падением ракетоносителей, произошло именно на территории Карагандинской области. Таких инцидентов было шесть. Данные учения уже прошли в городах Ческазган и Сатпаев, а также в районах, расположенных вдоль трассы, полета ракетоносителей. И еще об одном. В Караганде чествовали ветеранов уголовного розыска. В Музее трудовой и боевой славы ДВД Карагандинской области состоялась торжественная встреча ветеранов уголовного розыска, посвященная столетию со дня образования службы. День уголовного розыска – праздник для всех сотрудников криминальной полиции, которые казахстанские сыщики сохранили еще с советских времен. В этом году уголовному розыску Казахстана исполняется 100 лет. Органы уголовного розыска были учреждены положением НКВД РЦФСР от 5 октября 1918 года. Первые оперативники в Караганде начали работать в мае 1931 года. Особого внимания в этот день удостоились ветераны уголовного розыска. Они рассказали молодым сотрудникам тонкости работы. На встрече присутствовали корифеи уголовного розыска, почетные ветераны МВД. Среди них одна из немногих женщин – Валентина Ивановна Горбачева. И когда я пришла, меня назначали, как бы сказать, ну с некими препятствиями, будем так говорить, потому что на тот момент в уголовном розыске, именно в розыске женщин не было. Я, наверное, была как экспериментальный вариант. И после того, когда я уже отработала некоторый период времени, уже стали назначать женщин в других подразделениях. То есть, как бы, ну, будем говорить, наверное, как я первооткрыватель, что ли. Талгат Хасенов – ветеран афганской войны. Он поделился воспоминаниями о славной дороге, которой он прошел от войны до гражданки. А также пожелал нынешним сотрудникам уголовного розыска прежде всего верить в себя. Цените и уважайте свою работу, раз уж вы избрали этот. И всегда, когда заходите в руководство, что-то где-то видите, что вас ругают, или там пытаются строго к вам отнести, сначала внутри себя переварите. Умейте иметь самокритику и самоанализ внутри себя. Сначала в себе разберитесь. С утра, когда рано встаете, 6 утра, смотрите в зеркало, зубы чистите. Посмотрите, кто он на самом деле, кто он. Ну, это образно, мое мнение. Счастья вам, здоровья. Чествование ветеранов прошло на высоком уровне с поучительными историями и воспоминаниями ветеранов. Организовала встречу руководитель музея боевой славы Айжамал Айджанова. Она также посвятила ветеранам свои авторские песни в честь предстоящего праздника. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин